Всем привет! Сегодня интересная находка среди БАДов. Вещество, которое имеет много доказанных эффектов, много сфер применения. На западе сейчас начинается сильный хайп по поводу этой добавки. Так что пора поговорить о грибе ноотропе. Леонсмейнмашрум или гриб львиная грива. Другое популярное название – ежевик грибенчатый. Широкая география распространения, но не растет как сорняк. В некоторых регионах вообще в Красной книге. Гриб Леонсмейн легален. Хотя, как известно, кокаин меняет мышление и кто-то может продвинуть идею, что это очередная жесткая наркота. Поэтому оговорка – легален на момент этого выпуска. Для любителей психоделики – это не то, что вы ищете, хоть и в названии есть гриб. Никаких галлюцинаций и открытия третьего глаза нет. Ежевик грибенчатый включает много активных соединений. Это не одно действующее вещество, которое можно изучить в разных условиях. Вещества в нем меняются в процентном соотношении, даже если срезаны с одной опушки. Что это за вещества? Ну, например, ириноцины. Только по ним есть данные об увеличении фактора роста нервов NGF. Твой мозг будет быстрее меняться в ответ на получение нового опыта. Помогает в обучении, освоении навыков, памяти и творчестве. Есть стресс-протекторное действие, продление жизни на 20-30% у мышей. Хотя, это так себе эффект, потому что сейчас куда ни к опне, а все продлевает жизнь. Может быть эффективен при раке печени. Но и тут периодически есть сообщения о добавках, которые могут помочь при раке. Тот же ресвератрол. Низкая токсичность. Навряд ли кто-то сможет отравиться. Хотя, если постараться, то наверно можно. Как уже было сказано, компонентов в львиной гриве много, и по каждому есть какие-то исследования. То, что было выше, это только по ириноцинам. Так что, хоть данные чаще и на животных, но их очень много. Да даже если хорошо подумать, то не бывает сразу супер изученных веществ. Сначала идут испытания на животных, потом при наличии финансовой выгоды, у фирмы появляется интерес вкладываться. Если же вещество эффективно, но не выгодно, то вкладываются чуть меньше. Давайте теперь об общей направленности работы этого гриба. Пока существует три клинических исследования на людях с группой плацебо, два по теме мозга и в обоих случаях результаты положительные. В 2010 году четырехнедельный прием дежавика грибенчатого превзошел плацебо по лечению от депрессии и тревоги. Авторы связывают это с процессом нейрогенеза, о котором мы уже говорили. Твой мозг будто обновляется. Кому интересна эта тема, рекомендую посмотреть подкаст Джо Рогана и Пола Стеммитса. Только включите критическое мышление на максимум. Там ученый два часа говорит о грибах, позволяя себе предположение, что человек мог развить интеллект благодаря псилоцибину и вот этому ежевику. Псилоцибин замещает серотонин, активирует нейрогенез, заставляет формироваться новые нейроны, новые пути получения знаний. На самом деле есть удивительный безопасный и легальный гриб, который стимулирует нейрогенез. Он называется ежевик грибенчатый. Второе исследование уже продолжительностью 16 недель, где были пожилые люди с легкими когнитивными нарушениями. И там были значительные улучшения в сравнении с плацебо. Но эффект слабел и возвращался к норме через 4 недели. Дальше подключаем данные на животных. Что еще может этот гриб? Атропный эффект. Это очень сложный момент. Нет такой универсальной таблетки, чтобы даже память стала лучше в любых случаях. Потому что этих случаев много. Где-то недостаток витаминов, где-то последствия микроинсульта, где-то недостаток отстилхолина. У ежевика в сумме есть улучшение в памяти на новизну и распознавание объектов. На мышиной модели болезни Альцгеймера тоже лучше, чем ничего не делать. Второй популярный момент этого гриба – миелин. О нем было сказано в ролике «Что делать, если ты тормоз?». Кратко, миелин – это оболочка вокруг нейрона. Разные нарушения интеллекта, та же болезнь Альцгеймера, связаны с уменьшением миелина. Из-за этого бывает страдает скорость мышления. Ежевик гребенчатый – один из вариантов восполнения миелина. А миелина будет становиться меньше с каждым годом у каждого из нас. Это нормально для старения. Пищеварительная система. Есть много сообщений об улучшении работы кишечника и желудка, прям очень много. Кишечник иногда, кстати, вообще называют нашим вторым мозгом. В нем примерно 500 миллионов нейронов, а во всей нервной системе твоего кота 1 миллиард нейронов. Причем кишечная нервная система частично автономна. Поэтому знайте, что внутри каждого из нас живет чужой. Обособленная нервная система чуть глупее кошки. Если отойти от формальных исследований, то что на практике, по отзывам? Да, это все субъективно. Как и у многих ноотропов, есть эффект ярких сновидений, когда вы просыпаетесь и не сразу въезжаете, где вы, кто вы и какой сегодня день. Адаптогенный эффект. Особенно лучше иммунитет и физическая выносливость. В теории, если вы сдаете анализы крови, то зная свою норму по лейкоцитам, можно пересдать анализ после такого грибного курса и посмотреть отличия. Упоминается эффект снижения либидо. Очень актуально, если вы изначально гиперсексуальны. А на порно сайтах долго ищете видос, который еще не видели. Ну и конечно топовые эффекты завязаны на интеллекте. И тут на первый план выходит стремление к новизне, смена привычек, скорость обучаемости. Вы как бы начинаете думать по-другому. Больше интереса, больше интеллектуальной активности. Как же принимать этот гриб? Нет никаких данных о лекарственном взаимодействии с другими веществами. Нет точных побочных эффектов и противопоказаний. Есть такие небольшие сообщения об аллергических реакциях, но они больше относятся в целом к грибам. По нейрогенезу данные не прям фантастичные, но на тех же мышах, если им тупо в корм добавляли в рацион 5% этих грибов, то по NGF где-то плюс 20% от нормы идет, где-то минус 10%. А при сравнении растворов, то на спирту эффект сильнее, чем на воде. Поэтому в идеале искать спиртовой экстракт. Но можно также и в виде порошка, растворимого в воде и приема после еды. Дозировки от 1 грамма до 5. В исследованиях на людях было 3 грамма в сутки и 4 месяца приема. Так как это все плохо изучено, время приема безопаснее сократить. Если же вы задумаетесь, чем бы усилить эффект, то витамины, особенно витамин С, никотиновая кислота и чеснок. Итог. Обзор этого гриба-ноотропа включает 30 исследований. При желании можно добавить еще столько же. Ежовик включает много каких компонентов, которые изменчивы от одного гриба к другому. Больше всего славы ему принесли именно ноотропные эффекты. То есть можно сказать, это чистый ноотроп. Память, скорость обучения, противостояние разным заболеваниям мозга. На второй план уже выходят какие-то противораковые иммунные фишки. Чудес от львиной гривы ожидать не стоит. Да, есть какие-то перемены, они завалены отчетами с Reddit. Да, есть удачные плацебо-контролируемые работы. Пока неизвестно про взаимодействие с нейромедиаторами, поэтому рассчитывайте на плавность, накопительность результатов. Что ж, надеюсь выпуск вам понравился и такая ноотропная грибная тема будет интересна. Удачи и до скорого!